Друзья, всем привет! Аддон The Burning Crusade, или по-русски Пылающий Крестовый Поход, да, звучит довольно странно, согласна, стал первым опытом Blizzard в создании дополнений к World of Warcraft, из-за чего игрокам пришлось ждать его выхода достаточно долго по сегодняшним меркам, около трёх лет, в то время как сейчас новые дополнения выходят стабильно каждые два года. Однако нет никаких сомнений в том, что ожидание точно того стоило, ведь Burning Crusade не просто изменил игровой мир, он изменил саму игру, добавил множество нововведений, только её улучшающих, и установил в самом жанре свои стандарты качества и развития, на которые и по сей день ориентируются не только разработчики воевать-мастерить, но и разработчики других MMORPG. Данное дополнение по-прежнему остаётся любимым у многих геймеров, и да, вашейлисейв как раз входит в их число. Собственно поэтому сегодня я поделюсь с вами основными причинами того, за что стоит обожать дополнение The Burning Crusade, и почему именно оно остаётся лучшим среди всех версий World of Warcraft. Да-да, даже лучше классики или чам, вот уже столько лет. Надеюсь, пока я тут болтала, вы уже заварили себе чай и уселись максимально удобно. В таком случае, приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с самого спорного и при этом очень приятного новшества – полёты. Ребята, которые пришли в игру во времена WOTLK и позже, воспринимают полёты как должное. Однако, так было не всегда. В классическом Варкрафте небо оставалось почти нетронутым игроками местом. Ну как нетронутым? Конечно, есть мастера полётов, которые доставляют вас из пункта А в пункт Б, но именно свободные полёты, когда вы сами управляете летающим маунтом, недоступны. Объяснение этому кроется в том, что Азерот образца 2004 года был построен на огромной куче внешних костылей и различных сокращений в графическом дизайне, создавая иллюзию пышного трёхмерного мира. И если бы игроки имели возможность свободно летать по Азероту, это бы сильно попортило их впечатление о самом виртуальном мире. И вот, наконец, появился Бекам. Запределье было совершенно другим миром, совсем не похожим на Азерот. И построено оно было с нуля в другой манере. Здесь уже не было таких серьёзных графических ловушек и недочётов. Мир был цельным, что, собственно, и позволило подарить игрокам такую роскошь, как полёты. Несомненно, введение этой возможности изменило World of Warcraft навсегда. Теперь каждый, кто достиг 70 уровня и купил флаймаунта, мог им воспользоваться, например, для комфортного квестинга, избежания стычек с безумными пиви-пишерами и, в конце концов, для изучения нового мира. И лично мне кажется, в Burning Crusade летающие верховые животные были именно такими, какими и должны быть. Достаточно дорогими по цене и не слишком быстрыми по скорости передвижения. Никаких тебе 310% скорости, только 150, только хардкор. А раз мы уже говорим о маунтах, то нельзя не сказать и про то, что в БК первый скакун стал доступен на 30 уровне персонажа, а не на 40. Это, как по мне, тоже оптимальный и идеальный вариант. Вы и на своих двоих успеете вдоволь набегаться, и не придётся ждать далёкого 40 левела, чтобы оседлать кого-нибудь. Эммм, звучит довольно странно. Ладно, надеюсь, вы меня поняли. Пора двигаться дальше, а то мы слишком задержались на этом пункте. Героики и рейды Думаю, вы в курсе, что героические подземелья просто-напросто не существовали до выхода The Burning Crusade. Хотя, знаете, всё-таки нужно быть настоящим героем, чтобы выдержать многие часы прохождения глубин Чёрной горы в классике. Ну, это так, чисто к слову. Героики предложили новый, чуть более тяжёлый и вместе с тем интересный опыт игрокам, давая при этом очень даже хорошие награды за прохождение, подразумевалось, что такие подземелья будут немного труднее, чем нормалы. Но, видимо, у разработчиков что-то пошло не по плану, и первые героики просто плавили игрокам остатки мозгов. Благо, их достаточно быстро понерфили, и все геймеры смогли, наконец, насладиться прохождением таких данжей. Именно насладиться, а не нервничать и ругаться на крайне быстрый респаунд трэша, который нужно было убивать снова и снова после очередного вайпа на новом и адски сложном боссе. Помимо всего прочего, героические подземелья предложили игрокам то, о чём они и мечтать не могли. Доступность, настоящую доступность эндгейм-контента и достойной экипировки. Потому как до выхода The Burning Crusade, фиолетовая экипировка добывалась всего несколькими способами. Беспощадным мозгодробящим ПВП-гриндом, сложными и длинными квестовыми цепочками, рейдами, или, если вы были невероятно удачливыми, случайным дропом по миру. Количество эпиков, которые можно было получить, не ходя в рейды, было незначительным, и если вы не рейдили, вы вряд ли бы увидели своего персонажа в фиолетовых шмотках. Но БК полностью изменил ситуацию, предоставив игрокам доступные способы получения экипировки и попутно повышение чувства собственного достоинства. Также именно это дополнение принесло в игру такие привычные нам рейды на 10 и 25 человек. Это было достаточно неожиданное и резкое изменение для гильдий, но при этом оно положило конец многим проблемам в статиках. А для тех, кто не мог позволить себе найти 39 человек для рейда, возможность собрать всего 9, ну или 24, и начать покорять новый контент стала просто отличной альтернативой. В общем, БК, спасибо за ЦЛК. Что? Новые расы и доработанные классы. В Burning Crusade впервые игрокам Альянса стали доступны шаманы, а игрокам Орды – паладины. В то время как в WoW Classic у вас нет выбора. Если вы хотите играть паладином, то вам приходится встать на сторону Альянса, придав все свои принципы. Если вы хотите играть шаманом, то становитесь ордынцем. Именно поэтому игроки считают, что в классике фракции не сбалансированы, потому как два этих класса совершенно разные по всем категориям. Кроме того, в БК были введены две новые расы – Дринеи и Кровавые Эльфы. Кровавые Эльфы и раньше встречались с геймером в других играх по вселенной Варкрафт, а Дринеи были чем-то совершенно новым. Стартовые зоны для этих рас качественно отличались от аналогичных старых. В них стремительно развивался сюжет на фоне довольно легкой прокачки. Да и в целом история этих рас выполнена просто великолепно. Что еще хочется отметить, так это то, что начальные квесты были тесно связаны с темой дополнения и развивали сюжет. То есть, если бы в The Burning Crusade отсутствовали Дринеи и Кровавые Эльфы, то у нас просто не было бы самого дополнения. Не существовало бы Солнечного Колодца, не было бы Наару, и почти все сюжетные линии, которые мы увидели с помощью квестов и рейдов, просто бы отсутствовали. Эти расы стали движущей силой для истории всей игры, а также они стали огромным источником вдохновения многих творческих людей. Если вы понимаете, о чем я. А мы тем временем плавно подошли к основной причине обожать сей чудесный аддон. Сюжет, атмосфера и тому подобное. Классический Вов был отличным, и существует ряд причин любить его, но в нем очень не хватало некой эпичности и целостности сюжета. Да, у Альянса, конечно, была замечательная сюжетная линия с разоблачением Аниксии, и довольно понятная причина убить ее, в то время как у Орды всей этой красоты не было. Огненные Недра были прекрасным местом для убийства Рагнароса. Но история, почему мы должны были это сделать, путалась и терялась в бесконечных походах к глубине Черной Горы. Да, не забываем, конечно, про Анки Раш, у которого был свой глобальный мировой ивент, связанный с древними богами. Тот же Накс Рамос дал нам несколько весомых причин отправиться в него и всех там поубивать. Но, как таковая общая история в классическом Варкрафте отсутствовала. Мы сражались в случайных рейдах по всему миру без какой-либо связующей линии. Просто существовали отдельные локальные угрозы, которые нужно было устранить. Однако, все изменилось вместе с выходом The Burning Crusade. С момента, как мы прошли через темный портал и вступили на Землю-Запределье, у нас уже были причины и цели пребывать там. Каждая подземелье, которое мы проходили, было тесно связано с общей сюжетной линией. Будь то орки скверны в цитадели адского пламени, попытки Леди Вайдж заполучить контроль над всей водой мира или сумасшествия принца Кельтаса и его последователей. Каждый рейд давал весомую причину пройти его, внося вместе с собой свой вклад в общую историю дополнения. Даже система доступа к рейдам, какой бы утомительной она ни была, открывала нам причины того, почему мы были там и почему так важно продолжать наши героические дела. И как только мы подумали, что уже конец истории, когда мы покончили с Иллиданом, Близзард устроили нам сюрприз и подготовили возвращение Кельтаса и надвигающуюся угрозу в лице Килджедена. БК подарил нам две расы и затем аккуратно связал всю историю с этими расами. Кровавые эльфы имели дело со своим принцем-предателем, а Дренеи смогли собрать Орду и Альянс вместе для того, чтобы победить одного из лидеров Пылающего Легиона и спасти Азерот. The Burning Crusade был не просто дополнением. Он был полноценным рассказом с отличным сюжетом, драмой и неожиданными поворотами. Этот аддон сделал решающий шаг и погрузил игроков в мир, где у них были цели и причины с самого начала и до конца. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам хорошего дня и такого же настроения. До скорого!